От Гвадилупы до Антигоа берег не защищал от пассата, и со свежим ветерком на переход ушло всего несколько часов. С запада остался едва виднеющий Монсеррат с его вулканом Суфиэрт Хиллс, напомнившим о себе миру летом 1995 года. От северо-западной стоянки Дэше на Гвадилупе до южной марины Антигуа-Инглиш-Харбор всего 40 миль. Инглиш-Харбор естественная глубоководная бухта и считается самой безопасной на Карибах еще со времен Нельсона. Именно поэтому здесь можно встретить огромные парусники, бороздящий океан и вставшие тут на передышку. Население чернокожие, прикольно смотреть на тетушек с задницей, как у хозяйки из мультикотом из Джерри, облаченных в полицейскую форму. Снимать мне их категорически запретили. При выходе из марины сразу с левой стороны находится магазин, в котором английская семья продает карты, атласы разные морские, которые она сама и рисует. Там просто обалденные вещи, можно купить книжки, они иллюстрируют, там Олиса в стране чудес тоже, там просто и такой выбор карт. Но у них что-то не заладилось, я уже знаю давно их, эту семью, и они решили вернуться назад в Англию с Антигуа, поэтому весь товар сейчас передали в соседний магазин. Вот, но если вы здесь будете, то рекомендую обязательно к посещению, такой выбор и такого качества я просто нигде не видел, обалденно, классно. Друзья, к сожалению, Антигуа и Барбуда я больше вам не покажу, потому что я потерял, со всеми записями утопил свой телефон, и у меня их не осталось просто. Ну, что я могу сказать, Антигуа мне понравился, очень красивый, такой колоритный, пивный, красивый остров. Барбуда, ну, я бросил якорь на Барбуде на таком большом длинном песчаном пляже, белый песочек, как на Мальдива, коралловый. Сразу подошли местные, предложили экскурсию птичек посмотреть, конечно, я согласился. Приехали такая затока, небольшой заливчик, в котором было очень много птиц разных, совершенно, было очень красиво, очень необычно. Я такое количество пернатых видел только в районе Мысогорна. Но количество кала птичьего на солнце, на жаре от такого количества птиц сказывается, и берите туда, я не знаю, прищепку на нос лучше. Обычная маска ковидовая не подойдет и вам не поможет. Друзья, сейчас я нахожусь в Панаме, до Панамы я добирался с Антигуа на самолете, летел через Сен-Мартен. Это тот самый остров, над пляжем которого садятся огромные боинги, но я этого тоже, к сожалению, вам не могу показать, потому что был ночной перелет, там было темно, и я с аэропорта даже не выходил. Сейчас я нахожусь в Панаме для кругосветчиков. Это такое место необычное, как минимум по двум причинам. Во-первых, здесь находится канал через Панаму, который соединяет у нас Атлантический и Тихий океан. Ну, а вторая причина нахождения здесь капитана Германа, с которым, к сожалению, тоже я не покажу нашу встречу, потому что я транзитом в Панаме нахожусь здесь несколько часов и до Марины добираться сутки пешком или почти три часа на машине в одну сторону. То есть я просто физически не могу с ним встретиться. В общем, не получается у нас увидеться, но это не делает ни менее интересным посещение Панамы, и я покажу вам хотя бы то, что сейчас успею посмотреть, а это первая главная причина, сам Панамский канал. Страна Панама была образована специально лишь для того, чтобы американцы могли построить канал, соединяющий Атлантику с Тихим океаном. Американцы не смогли договориться с Колумбией о условиях использования этого канала, поэтому запутили Майдан с последующим отделением типа Крыма, в результате чего в 1903 году образовалось новое государство Панама. Панама точно не мое место. Здесь такого размера жуки. Я жуков-пауков боюсь больше всего на свете. Ничего в жизни так не боюсь. Я бы здесь просто умер от вашего сердца. Американцы заключили договор с Панамой, что в течение 100 лет будут получать прибыль с работы канала, и лишь в 2020 году они вернули Панаму канал юридически. Идея соединить два океана созрела еще в 17 веке, но строительство канала стало возможным благодаря огромной любви французов к вину. Вина из Бургундии и юга Франции доставлялись в Париж на лошадиных повозках. Эта логистика не устраивала ни по срокам, ни по объемам французских королей. Ради удовлетворения потребностей в вине было решено построить Бриарский канал, соединяющий Луару и Сену. Это стало возможным с открытием использования системы шлюзов. По образу и подобию, с использованием технологии шлюзов, и был американцами построен Панамский канал. Тысячи кораблей, проходящие канал, приносят громадный доход. Год назад цены поднялись в два раза. Сейчас за прохождение канала лодки до 50 футов, все про все, я имею в виду на ключ, со всеми там затратами, обойдется под 4 тысячи долларов. Сам город Панама был основан 1519 года конкистадором Петрундавила на месте индейской деревни с тем же названием. На языке индейцев Гуарани, Панама это деревня рыбаков. Хотя хейтеры утверждают, что правильный перевод много бабочек. С конца 70-х годов Панама становится офшорным центром, в том числе по незаконному отмыванию денег. И в 1989 году президент США Джордж Буш-старший отдал приказ о вторжении в Панаму для свержения ее лидера генерала Нарьеги. В результате этой агрессии целый старый квартал Панамы был просто уничтожен. Тогда никто и слова не сказал. А сейчас, когда Россия окружает НАТО, весь мир двулично переименовывает защитника своих родных земель в агрессора, мир сошел с ума. Вернее, кормится с руки дяди мнять Сэма. Климат Панамы субэкватриальный. Жителей Панамы обычно называют Капитолинус. Панама является космополитным городом, даже по меркам Латинской Америки. Здесь живет большое количество афропанамцев, метисов и мулатов с заметными белыми и азиатскими меньшинствами. Согласно социологическим опросам, панамцы одни из самых счастливых людей в мире. Несмотря на то, что более трети населения находятся за чертой бедности. У них другие, нематериальные ценности жизни. Никуда не спешить, никогда не нервничать по пустякам. И в свое удовольствие расслабиться, балдеть под жарким солнцем. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни Панамы 75 лет. Друзья, как вы все знаете, тот, кто делает кругосветку, можно идти разными... Во-первых, можно идти на запад, можно идти на восток, можно идти через Панамский канал Тихий, и можно обогнуть Патагонию и идти плюс в город. То есть разные маршруты есть, кругосветок. Так как я был, когда был в Ушуае, пробовал там Патагония грилл, там на каждом углу такие ресторанчики есть, из которых делают барашков, мясо запекают и так далее, то меня это очень впечатлило. И в Панаме быстренький перекус я делаю, найдя тоже рекламу, по АТАК, но не огрел такой ресторанчик, который шикарный. КОНЕЦ Хлебушек здесь подают, сальзу наливают туда и грилуют, вот такие, или такой хлебушек супер, вечно. Ну, а кухня уже пошла работать, и кусочки мяса появляются там, в том числе мой. Хлебушек, кофе и вино. Что еще надо для счастья? Мясо, правильно. Вот чему я удивляюсь, посмотрите. Значит, сегодня 20 января 2022 года, это четверг. Время сейчас почти час дня, ресторан этот открылся в 12.00. Я подъехал к самому, можно сказать, открытию, потому что не завтракал. И вот, ну, посмотрите, почти, ну, так наполовину заполненный ресторан, прям сразу с открытия. Прикольно, прикольно, прикольно. Друзья, мира всем, здоровья, главное, чтобы не было войны и не болейте.